На ваших экранах программа День города. В студии Марина Комиссарова. Здравствуйте. Главные темы сегодняшнего выпуска. Благодатная тень или смертельная опасность. Чем грозит отдых под сенью городских деревьев. Щит и Лира. Рязань приняла сотрудников МВД из 70 регионов, чтобы оценить их творческие способности. Берендеево царство в Русской Америке. Участники экспедиции Кодиак-2016 информируют о результатах путешествия. 12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник День России или же День принятия декларации о государственном суверенитете России. Как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. Ирина Ковалева узнала об отношении к Дню России рязанцев и планах на длинные выходные. У нас три выходных будет. Вы знаете, в связи с чем такие удлиненные выходные? День России, вообще-то день Конституции. Потому что праздник. А какой праздник? Воскресенье. По-моему, День России, День защиты пяти. А в связи с чем? В связи с каким праздником? Июнь. Что у нас в июне? Что у нас в июне? Ну, у нас День ребенка в июне был первого, да? Уже был. Дальше. Дальше что? Ну, дальше. Вот это я у вас спрашиваю. Ну, знаю. Вот 12 июня какой праздник отмечается? 12 июня? А что у нас 12 июня? День России. Ага, День России. День России. Освобождение России, который мы ждали давно и дождались хорошо. Россия – это наша лучшая страна в мире, за которую мы должны бороться. Мы патриоты своей родины. Хоть и мы пожилые, старенькие, но мы всегда боролись и будем бороться. Отстаивать свой патриотизм. Если все вы, молодые, будете так бороться, как вы старички, то у нас жизнь будет самая хорошая. Вы знаете что-нибудь об истории этого праздника? В связи с чем он празднуется? И вообще праздником считаете? Вообще считаем, как праздник. Ну, объединение России, просто как мы объединились, все стали одной дружной страной. Я так поняла. Я боюсь сейчас ссылаться на историю, наверное, что-то в 1612 год. Нет? Вы считаете этот день праздником, да? Я, например, дочка, как считаю, но не совсем от души считаю. Потому что какая может быть отдельная Россия? Она должна все вместе, славянские народы, все должны вместе объединиться. Тогда нас никто не возьмет ни в чем. Какие у вас планы на эти праздничные дни? Ну, будем праздновать, отмечать. Сходим с ребенком в парк и гуляем. Я знаю то, что на Подбелке у нас очень много мероприятий проходит. Я думаю, я отправлюсь туда. Я уеду в Москву на этот праздник. Сегодня День России все более приобретает патриотические черты, становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В деле патриотического подъема немаловажной всегда была задача чтить подвиги национальных героев. Нашему поколению посчастливилось застать некоторых из них живыми и услышать их истории из первых уст. В свои 93 года Григорий Яковлевич не только содержит в квартире, как он сам выражается, морской порядок. Никуда не делась его военная выправка и стать, галантность офицера и радушие гостеприимного хозяина. Сегодня наша съемочная группа в гостях у капитана первого ранга, прошедшего всю Великую Отечественную войну. Он сражался на Калининском, Северо-Западном и Первом Украинском фронтах. Награжден пятью орденами и 35 медалями. После войны Григорий Яковлевич продолжил службу на Балтийском и Северном флотах. А после 25 лет преподавал в Радиотехническом университете. Началось это давно. По-видимому, у меня, Господь Бог, талантом нагрели. Это же не учат. Ну, конечно. Еще в школе я стихи писал, рассказы писал, газеты выпускал. И все. У меня был талант этому. Ну, а я дневники вел. Дневники веду я всю жизнь. Не позволяй душе лениться. Строки из стихотворения Николая Заболоцкого как будто выбраны девизом для жизни ветерана. Сейчас он продолжает трудиться. Ежедневно пополняются рукописи на рабочем столе в его кабинете. На счету Григория Яковлевича уже пять изданных книг о войне и службе на Севере. Сейчас он продолжает литературную деятельность. Только что закончила эту книгу. Вот видите, служба на Балтике. Эта книга готова. Рукопись. На стене в кабинете военные фотографии портреты Сталина и Ленина. В шкафу военный мундир. Комнату украшают картины собственной кисти и кисти дочери. А за порядком, по словам самого Григория Яковлевича, следит юнга Степан. Сейчас почти готова рукопись книги, посвященной службе на Балтике. Но работы еще много. Напечатать, отредактировать, отправить в типографию. А сразу после приняться за следующий труд. Впереди у ветерана еще немало интересного. С приходом летней поры тенистые деревья для многих горожан представляются неким спасением от зноя. Оазисом. Под сенью можно спрятаться от палящих лучей, расслабиться, послушать шелест листвы. Но не всегда подобное времяпрепровождение может быть безобидным. О том, чем опасны деревья в нашем городе, расскажет Олеся Харлина. Насколько безопасны проблемные деревья и кто несет ответственность за их своевременную ликвидацию? Этот вопрос задают жители всех городов России без исключения. Горожане всерьез обеспокоены тем, что с очередным порывом ветра гнилая ветка упадет на машину или, не дай бог, на играющего во дворе ребенка. Но оказывается, тут как с больным. Один, в данном случае представитель управляющей компании, выносит диагноз, что дерево не жилец. Второй, специальная комиссия принимает решение, пилить или не пилить. За последние пару лет жители комбайновой улицы города Рязани неоднократно обращались в общество защиты прав человека. С просьбой, наконец, обратить внимание властей на реально существующую проблему. Это говорит о том, что должное внимание префектура Московского района города Рязани не уделяет данному участку, несмотря на то, что она расположена в непосредственной близости. Существуют целые инструкции на тему, как пилить, когда и при каких условиях. То ли ликвидировать опасную ветку целиком, то ли задуматься над целесообразностью сохранения всего дерева. Эти деревья уже многие годы не опиливались. Их пора уже заменять. Сейчас, насколько я знаю, принято решение о замене более тысячи деревьев, которые подлежат уже замене в городе Рязани. Есть мнение, что держать ситуацию под контролем должны сами собственники квартир. Двор – это тоже общедомовое имущество. А если территорию делят между собой жильцы нескольких домов, то и проблему нужно решать по-соседски. Аварийные деревья, непроходимые заросли рядом с домом – в этом вопросе жильцам самое главное не сидеть сложа руки. Надо собраться, проголосовать за спил и вырубку аварийных деревьев. А дальше идти в управляющую компанию. Вот только пока бабушки держатся за сердце и переживают за здоровье внуков, представители многочисленных комиссий и консилиумов волнуют другой вопрос – какая же организация в итоге за это заплатит? Видимо, человеческой жизни в виде расплаты уже недостаточно. В наш город, который впервые принимает финал проекта «Щит» и «Лира», приехали представители подразделений МВД из более чем 70 регионов страны. В течение нескольких дней им предстоит показать жюри и зрителям свои таланты, доказывая, что сотрудники полиции умеют не только выполнять служебные обязанности. Особенностью фестиваля этого года станет новая номинация, посвященная творчеству Сергея Есенина. Участники номинации выступят на родине поэтов Константинове. Там же пройдет и награждение победителей конкурсной программы. Открытие финального этапа 11-го Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД Российской Федерации «Щит» и «Лира» состоялось в Рязанской областной филармонии. «Щит» и «Лира» год за годом расширяет свою программу и географию, обретает новых друзей и поклонников в разных концах нашей страны. С 2006 года зрители оценивают незабываемые по своей красоте и эмоциональному настрою галоконцерты. И, пожалуй, самая трудная и ответственная задача лежит на плечах членов жюри. За два дня прослушивания из победителей региональных этапов конкурса отобрать трех призеров в восьми номинациях и определить обладателя гран-при. Позвольте выполнить почетную миссию, поручение министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Александровича Колокольцева. Он обратился к организаторам, участникам и гостям фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит» и «Лира» с приветствием. Позвольте вам его довести. Приветствую организаторов, участников и гостей 11-го фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит» и «Лира». Завтра душа конкурсантов, развернувшиеся от проникновенных песен, вдохнет особенно полно. Участники отправятся на родину Сергея Есенина в Константиново, чтобы представить особые концерты и, наконец, принять участие в церемонии награждения призеров и лауреатов. Искренне надеюсь, что эти праздничные дни оставят незабываемый след в ваших душах. Мы, как и принимающая страна, сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. А надеюсь, что все участники фестиваля потом в благодарность вспомнить Рязанскую землю. Всем успехов, удачи! Гала-концерт фестиваля состоится 12 июня в 19.00 на площади Победы. Вход свободный. Завершится фестиваль праздничным салютом. Тем временем экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества «Кадьяк-2016» продолжается. И герой нашего времени держит связь с родной землей, поставляя информацию о том, как проходят трудовые будни исследователей. К настоящему времени экспедиция прошла уже большую часть яхтенного маршрута и достигла южной оконечности Кадьяка. Рязанцы побывали на острове Еловый, где жил первый православный святой Северной Америки Герман Аляскинский. Затем путешественники посетили остров Афогнак, географический залив и бухту Катмаи, деревни Карлук и Акхиок. Побывали в городе Кадьяк и отправились в Ваяши вокруг одноименного острова. В заливе Северного Германа у Булакатяка расположено несколько рыболовных фабрик, которые постоянно скидывают в море отработанные рыбные продукты и которыми с удовольствием кормятся строители местных маршрутов. Самое яркое впечатление, по признанию путешественников, оставило посещение острова Елового. Именно на этом острове последние 20 лет своей жизни провел Герман Аляскинский, уроженец Кадема Рязанской области. Если вы что-то слышали о Бериндеевом царстве, так это можно напрямую отнести к острову Еловый. Огромные многовековые ели растут по побережью этого острова, и поскольку лес густой, они покрыты удивительным мхом, который никогда с этих деревьев не исчезает. Непривычные мхи и лишайники северной страны, как мы учили в школе, А практически все деревья в этой части, которые относятся к монашеской лагуне, покрыты таким мхом. Во времена Русской Америки эта прекрасная бухта под названием Монашка была местом уединенного пребывания россиян, населявших остров Кадьяк. Именно эти прекрасные виды вдохновили Германа Аляскинского, святого, на то, чтобы найти свое уединение вот на том острове, который называется Еловый. Рядом расположена деревня Узинки. Когда-то это было русское поселение, и нынешнее название – это измененное слово «узенький». Правда, сейчас русского языка там практически нет, хотя фамилии местных жителей и напоминают о некогда русской истории этой деревни. Жители Узинок считают себя детьми Германа Аляскинского. О дальнейшем путешествии на юг острова Кадьяк путешественники обещали держать в курсе нас и наших телезрителей. Точные копии на скальных изображениях, история которых насчитывает более 4 тысяч лет от начала Бронзового века до Средневековья, созданные в различные культурные эпохи древней Хакасии, можно увидеть во дворце Олега Рязанского Кремля. Прикоснулась к тайнам древности наша съемочная группа. В век современных технологий особенно волнительно попасть в атмосферу скифской эпохи. Главным полотном для древних художников были скальные фризы почитаемых мест. Перед нами один из фрагментов так называемого Таглыцкого могильника, где был похоронен очень богатый человек. И разумеется, его родственники, однопременники постарались украсить как можно лучше его захоронение. За схематичностью и лаконичностью образов кроется целая жизнь. Фигурки людей, сцены охоты и войны. Древние художники писали не картины, а летописи. Все это искусство Хакаско-Минусинской котловины. Многие рисунки относятся к тагарской культуре скифской эпохи. Все вещи, которые мы здесь можем видеть, в природе существуют в трех видах. Это или стелы, стоящие на холмах или на перекрестках дорог, и, к сожалению, осталось уже немного, или надгробные плиты, плиты, которые окружали курганы захоронные, они, как правило, закрыты под землей, или же вещи, которые высечены на отвесных скалах. Эстампажи выполнены в технике контактного копирования на миколентной или рисовой бумаге. Если ее намочить и прижать к скале, при высыхании она точно передаст микрорельеф поверхности, которую затем натирают пигментом. Разработать эту технику жизнь заставила. Дело в том, что у нас в советское время строились водохранилища, и когда они строились, стало понятно, что многие древние изображения исчезнут. Поэтому все стали лихорадочными думать, как возможность сохранить. Теперь многие из этих рисунков возможно увидеть только в музейных залах. О том, что же они означают и почему так отличаются друг от друга одни и те же нарисованные персонажи, смотрите в ближайшем выпуске программы Ирины Ковалевой «Колейдоскоп». Первые летние дни совсем не балуют рязанцев жарой и солнечным небом. Холодный ветер, дождь и не совсем летние. Температура воздуха держится вот уже больше недели. О том, чего ждать от погоды, в ближайшие выходные расскажет Наталья Новикова. Жители Центральной России ощутили на себе дыхание холода с ледяной Гренландии. А циклоны принесли осенние дожди и пронизывающий ветер. В начале этой недели погода выдалась не просто холодной, а очень холодной. При норме плюс 16 среднесуточная температура понизилась до плюс 8 и оказалась на уровне, с которого обычно включают центральное отопление. Дополнительные ощущения осенем создавали дожди и сильный северо-западный ветер. Такой температурный фон является нормой середины апреля или же конца сентября. Тем не менее, это посетившие центральные области волна холода. Лишь маленький эпизод в начале лета. Впереди еще почти целых три месяца, и погода постепенно начинает налаживаться. Хотя настоящие летние погоды придется ждать еще несколько дней. Уже в начале будущей недели температура может преодолеть 20-градусную отметку. Это подтверждает более ранние предположения, ведь по предварительному прогнозу потепление намечалось со второй половины июня. Да и прогноз на июля настраивает на жаркую и не слишком дождливую середину лета. А вот в предстоящие выходные дни в Рязани будет пока что дождливо и не жарко. Ночами около 10-12 градусов. Днем столбики термометров будут стремиться к 18-градусной отметке. Заключительный выходной день 13 июня должно распогодиться. Будут прояснения, хотя местами не исключается вероятность слабого дождя. Днем потеплеет до плюс 20 градусов. В общем, пока теплые вещи не убираем, набираемся терпения и ждем настоящего лета, которое определенно не за горами. Это все темы на сегодня. Наша телекомпания поздравляет вас с наступающим днем России. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Желаем успешного завершения дня и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин